Маршрут перестроен, Газпром остановил транзит через Польшу. Маршрут перестроен, Газпром остановил транзит через Польшу. Восемь часов ровно 27 мая 2020 года. Знак авторского права. EP-photo slash to try brush go. В районе Слонимской компрессорной станции в Белоруссии. Знак авторского права. EP-photo slash to try brush go. Москва, 27 мая. РИА Новости, Максим Рубченко. Во вторник утром полностью прекратилась прокачка газа по транснациональному трубопроводу Ямал-Европа. Это закономерный итог политических игр Варшавы вокруг поставок российского топлива в Европу. Почему поляки в очередной раз наказали сами себя в материале РИА Новости? Доигрались по данным немецкого газотранспортного оператора Гаскада. Топливо по трубопроводу Ямал-Европа перестало поступать в Германию 26 мая в 8 утра. Это никого не удивило. Напомним, 18 мая истек транзитный договор Газпрома с Польшей, заключенный на 25 лет. По мере приближения этой даты в Варшаве все громче звучали заявления о том, что в новом соглашении необходимо кардинально повысить тариф на прокачку. Так, в августе прошлого года уполномоченный правительству Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что из-за низкого тарифа только за последние 8 лет польский бюджет недополучил 400 миллионов долларов. Расценки, по его мнению, следовало увеличить в разы. Однако уже зимой всем было очевидно, планы Варшавы содрать с Газпрома несколько дополнительных миллиардов долларов провалились. Российский газовый холдинг даже не вступил в переговоры о новом долгосрочном контракте. Полякам осталось только сделать хорошую мину при плохой игре и объявить, что они переходят к работе по европейским нормам, будут продавать прокачивающие мощности на аукционах. При этом в отставку отправили главу польской государственной нефтегазовой компании ПГНИДЖИ. Петра Возняка, его сделали козлом отпущения за то, что страна лишилась гарантированных стабильных доходов от транзита. Хотя сразу было понятно, что в сложившихся условиях трубопровод Ямал-Европа для Газпрома не более чем резервный вариант. Экспортеру невыгодно снижать транзит через Украину, по турецкому потоку и северному потоку, поскольку там надо оплачивать мощности вне зависимости от объемов прокачки. А польский маршрут благодаря аукционной системе можно использовать, исходя из текущих потребностей. 23 мая, 8 часов ровно выбрали момент, США закупились российской нефтью при сегодняшней конъюнктуре рынка, когда предложение газа в Европе намного превышает спрос, это означало резкое сокращение прокачки по ямальскому газопроводу. Так и вышло, на 19 мая об Гнеджи. Было забронировано 93% транзитных мощностей, на 20 мая 79 года, на 23 мая 33 года, а на 24 и 25 мая 10%. Вчера транзит полностью прекратился. При этом загрузка северного потока в мае выросла до максимума порядка 200 миллионов кубометров в сутки, почти на 15% больше, чем в мае прошлого года. Через Украину идет в среднем 150 миллионов в день 85% мощности, установленной новым транзитным договором, 178 миллионов. Сменили тонн на прошлой неделе Гнеджи. Провела аукцион на транзит в третьем квартале. Довольно удачно, забронировали 80% мощностей. Есть клиент, который использует новый механизм. Можно предположить, что это Газпромэкспорт, сообщил журналистам Петр Наимский. 30 апреля, 8 часов ровно оставьте себе, Европа отказывается от американского СПК, российский газовый холдинг рассчитывает, что к тому времени карантин закончится и экономическая активность в Европе возобновится. Кроме того, начнется накопление запасов на предстоящий отопительный сезон, так что спрос вырастет. Но до 1 июля польские транзитные мощности будут распределяться на ежедневных аукционах, и рассчитывать на сильный интерес Газпрома не приходится. В конце апреля начальник внешнеэкономического департамента российского холдинга Александр Иваников сообщил, что, судя по всему, экспорт газа в дальние зарубежья в 2020-м составит 166,6 миллиарда кубометров. В прошлом году было 199 миллиардов. Выпадающий объем в 32,4 миллиарда кубометров практически соответствует мощности газопровода Ямал-Европа. Разумеется, сокращение коснется и турецкого потока, и украинского транзита. Возможно, даже северного потока. Но больше всего недосчитается Польша. 9 февраля, в 8 часов ровно Варшава обвиняет, Газпром обесценил польскую газовую газкомпанию. Не случайно новый глава Пгнеджи и Жик Вичинский на прошлой неделе смягчил антироссийскую риторику. Для нас важно, чтобы отношения с Газпромом были деловыми, как можно менее политическими, хотя в истории с этим бывало по-разному, сказал он в интервью ведущей польской газете. А ведь раньше поляки заявляли о необходимости прекратить всякое сотрудничество с российским газовым холтингом. Как говорится, почувствуйте разницу.